Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. Тема урока – письменное деление на двузначное число. Вспомните алгоритм письменного деления на двузначное число. Нахожу первое неполное делимое. Определяю количество цифр в частном. Подбираем пробную цифру в частном. Сравниваем остаток с делителем. Образуем второе делимое. Давайте определим, сколько цифр будет в частном следующих выражениях. В частном чисел 252 и 28 в частном будет одна цифра, так как первое неполное делимое – 252. В частном чисел 420 и 28 будет две цифры, так как первое неполное делимое равно 42. В частном следующего выражения будет три цифры, так как первое неполное делимое равно 28. В выражении 10332 поделить на 28 в частном будет три цифры, так как первое неполное делимое – 103. Ребята, чем же отличаются делимое в выражениях? Каждое делимое отличается количеством цифр. Ребята, нужно ли для каждого случая составлять свой алгоритм? Конечно же, нет. Сегодня на уроке мы научимся использовать изученный алгоритм при делении многозначных чисел, закреплять письменный прием деления многозначных чисел на двузначное, совершенствовать вычислительные навыки и решать задачи. Пользуясь алгоритмом, объясните, как выполнено деление на странице 60. Выполним деление. 29 736 разделим на 56. Нахожу первое неполное делимое – 297. Определяю количество цифр в частном. Их будет три. Определяю первую цифру частного. Это пробная цифра. Разделю 297 на 56. Округлим 297 до 300. 56 до 60. Разделим 300 на 60. Получим 5. Это пробная цифра. Умножим 56 на 5. 5 умножаем на 5. Получаем 256 на 5 – 30. 250 плюс 30 – 280. 280 меньше, чем 297. Значит, цифру в частном мы подобрали правильно. Вычитаем 297 – 280. Остаток 17. Сравниваем с делителем. Остаток меньше делителя. Значит, цифру в частном подобрали верно. Опускаем следующую цифру. Разделим. 173 на 56. Получаем 3. Умножаем. 6 на 3 – 18. 1 запоминаем. 5 умножаем на 3 – 15. Да, 1 – 16. Вычитаем. 13 отнимаем. 8 – 5. Остаток 5. Он меньше делителя. Значит, цифра в частном подобрана верно. Опускаем 6 единиц. Разделим. 56 на 56. Частным получаем единицу. Умножаем. 1 на 56. Вычитаем. Остаток 0. Частное равно 531. Сделайте вывод, как использовать этот алгоритм при делении любого многозначного числа. Почему цифра, которую мы подбираем, называется пробной? Эту цифру нельзя писать, так как она может не подойти первому дилемму. А теперь решим задачу номер 227 на странице 60 учебника. Прочитаем задачу. Теплоход за два дня прошел 350 километров. В первый день. В первый день он был в пути 8 часов, а во второй 6 часов. Какое расстояние он прошел в каждый из дней, если шел с одинаковой скоростью? Как удобнее составить краткую запись? Верно. Краткую запись нам удобнее составить в таблице. Что надо узнать в задаче? В задаче надо узнать, какое расстояние прошел теплоход в каждый из дней. Что известно? Теплоход за два дня прошел 350 километров. Что же сказано о времени? В первый день он был в пути 8 часов, а во второй 6 часов. Что же известно о скорости? Скорость одинаковая. Что нужно найти в первом действии? В первом действии мы можем найти общее время. Что можем узнать, зная расстояние и время? Зная расстояние и время, мы можем узнать скорость теплохода. Как узнать, какое расстояние прошел теплоход в первый день? Для этого мы скорость умножим на время. Как узнать, какое расстояние прошел теплоход во второй день? Скорость умножим на время. Скорость умножим на время. Запишем решение. Для того, чтобы найти общее время в пути, мы должны к 8 прибавить 6. Получаем 14 часов. Чтобы найти скорость теплохода, 350 разделим на 14. Получим 25 километров в час. Для того, чтобы узнать, сколько километров прошел теплоход в первое время, мы 25 умножим на 8. Получаем 200. Чтобы узнать, сколько километров прошел во второй день, мы 25 умножим на 6. Получим 150. Итак, ребята, мы сегодня изучили алгоритм письменного деления, решали задачи, совершенствовали вычислительные навыки. Для того, чтобы закрепить полученные знания, вы должны будете выполнить домашнее задание. На странице 60 учебника, номере 226, вы должны выполнить письменное деление по изученному алгоритму. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – возвратные глаголы, закрепления. Мы вспомним, какие глаголы называются возвратными, какое значение они имеют. Закрепим знание о возвратных глаголах. Итак, вспомним, что такое глагол. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопрос «что делать?», «что сделать?». Какие глаголы называются возвратными? Глаголы с суффиксом «ся» называются возвратными. Возвратные глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?». Перед суффиксом «ся» в возвратных глаголах в неопределенной форме всегда пишется мягкий знак. Итак, приступим к заданию. Какое исследование нам нужно провести? Изменяются ли возвратные глаголы настоящего и будущего времени по лицам и числам? Устно проспрягайте глаголы «учиться» и «засмеяться». Итак, первое лицо. Я что делаю? Я учусь. Я что сделаю? Засмеюсь. Второе лицо. Ты что делаешь? Ты учишь. Ты что сделаешь? Засмеешься. Что вы заметили при спряжении возвратных глаголов? Как определить лицо и число этих глаголов? Сделайте вывод, как изменяются возвратные глаголы. Делаем вывод, что возвратные глаголы изменяются по лицам и числам. Лицо и число определяются так же, как и у других глаголов. Из предложений нужно выбрать только возвратные глаголы. Обратите внимание, что в каждом возвратном глаголе перед суффиксом «ся» стоит мягкий знак. Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. Любишь кататься – люби и саночки возить. Какие получились глаголы? Напиться, наклониться, кататься. Во всех словах перед суффиксом «ся» стоит мягкий знак. Приступим к следующему заданию. Попробуйте заменить словосочетание одним словом. Допустить ошибку, снять одежду, приходить в негодование, испытывать волнение, тревогу. Ученик приветствует кого-нибудь при встрече. Что же у нас получилось? Как вы думаете, какое из полученных слов лишнее и почему? В слове «здоровается» ребята нет мягкого знака. А почему? А вот об этом мы с вами узнаем на следующем уроке. Предлагаю вам домашнее задание. Что необходимо сделать? Прочитайте стихотворение Ренаты Муха. Кровать. А где продается такая кровать? Чтоб рано ложиться и поздно вставать. В чем сходство и различие форм глаголов стихотворения? Спешите стихотворение или запишите его по памяти. Проверьте себя. Спасибо за работу. До свидания. Здравствуйте, ребята. На прошлых уроках мы с вами познакомились с некоторыми лирическими стихотворениями о родине. Попробуйте сейчас по двум строчкам из них узнать произведение и его автора. Посмотрю на юг, нивы зрелые. Это Иван Савич Никитин и его стихотворение «Русь». Я в каждом шелесте листов твой голос узнаю. А это стихотворение «Родине» Спиридон Дмитриевич Дрожжин. Ну а этот урок мне хотелось бы начать со слов Константина Ушинского. Много есть на свете, кроме нашей страны, всяких государств и земель. Но одна у человека родная мать и одна у него родина. Давайте вспомним пословицы о родине, которые мы с вами учили. Итак, сегодня мы узнаем о таком поэте, как Анатолий Владимирович Жигулин. И познакомимся с его стихотворением, которое называется «О родина в неярком блеске». Ну, конечно же, мы начнем с биографии этого поэта. Анатолий Владимирович Жигулин родился в 1930 году, 1 января, в Воронеже, в семье крестьянина. Свои первые стихи он начал писать еще в школе. Летом 1942 года Великая Отечественная война пришла в Воронеж. Будущему поэту пришлось несколько месяцев беспризорно скитаться во фронтовой полосе, жить в деревнях и лесах. Об этих месяцах поэт позже написал в автобиографии. «Я не просто видел войну, я ее пережил. Мое сердце болело живой болью. Я видел врагов не в кино, а живыми. Они стреляли в меня. Это тоже опыт, тоже судьба. Во время этих скитаний во мне окрепла зародившаяся еще в детстве любовь к земле, к природе, к деревне». Итак, образ России – это один из главных образов в поэзии Жигулина. Сегодня мы знакомимся с его стихотворением «О, Родина в неярком блеске». Внимательно послушайте, ребята. «О, Родина в неярком блеске я взором трепетным ловлю Твои проселки, перелески, все, что без памяти люблю. И шорох рощи белоствольной, и синий дым вдали пустой, И ржавый крест над колокольней, и низкий холмик со звездой. Мои обиды и прощения сгорят, как старое жневье. В тебе одной и утешение, и исцеление мое». Итак, разберем непонятные нам слова, сложные. «Проселки» – это грунтовые дороги между небольшими населенными пунктами, поселками. «Перелески» – небольшие редкие леса, отдаленными полянами. «Жневье» – это поле, где убрали злаки. Стихотворение было написано Анатолием Жигулиным в 1967 году. В нем автор выразил свои чувства к родине. Он признается в любви к родной земле, к ее просторам, к ее лесам, к ее символам. Поэт ловит трепетным взором картины любимой родине. Поселки, перелески, шорох рощи, синий дым, крест над колокольней, холмик со звездой. Исчезают обиды и прощения. В родине для поэта утешение и исцеление. Его упоминание холмика со звездой – это описание могилы неизвестного героя, защитника родины. Итак, какие же средства художественной выразительности встретились нам в этом стихотворении? Эпитеты. Неярком блеске, взором трепетным, рощи белоствольной, синий дым, дали пустой, ржавый крест, низкий холмик. Есть тут и метафоры. Взором ловлю, шорох рощи, сгорят обиды. И сравнение – сгорят, как жневье. Главная мысль стихотворения «О родина в неярком блеске» – та, что нет ничего прекрасней и любимей, чем наша родина. Это стихотворение учит нас любить и прощать. Любить родину, любить родную землю, учит быть патриотом, учит любоваться прекрасными пейзажами родной земли. Сегодня мы познакомились с Анатолием Владимировичем Жигулиным и его стихотворением «О родина в неярком блеске». На этом раздел «Родина» мы заканчиваем. И на следующем уроке мы начнем новый раздел, который называется «Страна-фантазия». Дома вы должны будете выучить наизусть стихотворение «О родина в неярком блеске» – страница 138. До новых встреч, ребята! Редактор субтитров А.Семкин